США сейчас оказывают экономическое давление не только на Россию, но и на целый спектр других стран. Уже заговорили про Китай. Китай это супер игру. Китай, безусловно, недоволен тем, что происходит в экономической части политики американо-китайской. Россия и Китай сейчас проводят совместные военные учения, о которых много говорят, и мы в прошлом эфире их обсуждали. Вот китайско-российская ось становится на фоне усиливающегося американского давления таким своеобразным антидотом против мирового однополярия или нет? Ну, вы знаете, Китай становится таким антидотом сам по себе, и это самое главное. Без России. Мне кажется, что Россия здесь ему слишком не нужна. Китай на сегодняшний день является первой по предмету по способности мировой экономикой, самой крупной индустриальной экономикой, самым крупным экспортером. То есть Китай сегодня сам по себе является одной из трех крупнейших сверхдержав, наряду с США и Европейским Союзом. В этом отношении, конечно, в возвышении Китая и дальнейшие его успехи все-таки рост достаточно значительно, хоть он и замедляется. А это, конечно, феномен, который будет определять в ближайшие десятилетия, безусловно. Что касается того, насколько Соединенные Штаты оказывают давление, насколько это, скажем так, геополитическая игра и это числительно экономическая необходимость, я бы здесь все-таки сказал, что в значительной мере позицию экспонента Трампа я вполне поддерживаю. По той простой причине, что Китай вошел в мировые экономические структуры типа ВТО в начале 2000-х годов. И фактически тогда были определены те условия, на которые он вступал. Те пошли, которые платил Китай на, соответственно, за свои товары, поставляемые на Запад, и наоборот, Запад платил за свои товары, которые приходят в Китай, а с тех пор прошло 20 лет. Тогда Китай был развивающейся страной. В 99-м году Китай экспортировал на мировой рынок товаров меньше, чем Бельгия. Сегодня это крупнейший экспортер в мире, как я уже сказал. И в этом отношении тот факт, что сегодня Соединенные Штаты хотят привести эти пошли приблизительно к паритету, не вызывает, на мой взгляд, никакого противоречия. То есть если китайские автомобили приходят в Америку с пошлиной в 2,5%, а американские в 20%, то почему бы не сделать равный тариф? И в этом отношении Китаю, в общем-то, нечем крыть. Потому что он апеллирует к тому, что мы хотим фактически работать на те условия, которые мы обсуждали 20 лет назад. Но мир изменился, вы сами изменились. Поэтому я думаю, что все-таки китайское руководство достаточно прагматично, по крайней мере с экономической точки зрения. И в конечном итоге это противостояние разрешится больше, менее на американских условиях. Потому что Китай больше заинтересован в американском рынке, чем Америка в китайском. Вот интересно, если говорить об этих ситуативных альянсах, которые Китай выстраивает, которые ему нужны больше, меньше. Китай и Россия вроде бы предсказуемый альянс в той или иной степени. А что вы скажете по поводу ситуативной оси Берлин-Пекин? Поскольку вот в последнее время говорят о том, что американское давление экономическое и на Германию, и на Китай такое сильное, что было бы логично им сейчас сплотиться этим странам. Как вы считаете? Я не вижу в этом никакой ни геополитической, ни идеологической, ни экономической подосновы. Потому что на сегодняшний день альянс Китая и Америки экономически очень сильен потому, что Соединенные Штаты перенесли в Юго-Восточную Азию, в частности в Китай, огромное количество их производств и очень сильно завязаны все производственные цепочки. На протяжении последних 15 лет Европа переносила производство в первую очередь в Восточную и Центральную Европу по мере решения Европейского Союза, отчасти в Северную Африку, в Турцию. Но зависимость Европы с точки зрения производственных цепочек и европейских корпораций от Китая в разы меньше, чем в американском случае. Да, европейцы очень много покупают у китайцев готовых товаров, но они, их корпорации, именно с точки зрения жизненных интересов европейской корпорации, связаны с Китаем существенно меньше. Поэтому я думаю, что эмоциональная реакция Меркеля и других европейских делах, она понятна. Но я не уверен в том, что это может превратиться в какой-то дорогостоящий союз. Ну вот о поиске альтернатив большому американскому брату на этой неделе еще французский президент заявил. Он в своем турне в Дании и Финляндии сказал, что безопасность ЕС не должна зависеть от США. Призвал начать всестороннее обсуждение этих вопросов с партнерами Европы, включая Турцию и Россию. В то же время Европа сейчас пытается, ну по крайней мере ведутся какие-то разговоры о том, что необходимо обезопасить свой бизнес от иранских санкций, которые США ввели в одностороннем порядке. И вот здесь возникает разговор о создании альтернативной валюты, альтернативной резервной валюты доллару. Очень много с разных сторон этой темы обсуждается. При этом издание «Американская Форбс» написало, что Дональду Трампу это возможно будет только на руку. Почему гегемония доллара не беспокоит сейчас американского президента на ваш взгляд? Ну, знаете, тут много вопросов задали. Я думаю, что французские попытки поставить какую-то альтернативу Вашингтону, они идут еще с времен генерала Деголя. И всякий раз очень много происходит разговоров и очень мало дела. Европейская оборона, европейские вложенные силы дебатировали вполне серьезно с временем встречи в Сен-Мало, в 99-й год. И, собственно, 20 лет прошло и ничего не сделано. Я думаю, что в данном случае результат будет такой же. Что касается альтернативной мировой валюты, то, в принципе, альтернатива есть, это евро. И на сегодняшний день она занимает в расчетах и в резервах порядка 27-26%, потому что доллар имеет примерно 70%. То есть на этой базе наверняка можно что-то создать. И это, безусловно, серьезный аргумент, потому что мы можем посмотреть на масштаб европейских банков, на серьезность европейской финансовой системы, евро устояло против нескольких кризисов. То есть в данном случае это действительно реально серьезная мировая валюта. Что касается создания чего-то нового... Ну, переход на юань, предположим, возможно? Переход на юань мало реальный. По одной простой причине. Потому что, смотрите, проблема в том, что основой мировой финансовой системы и мировой взаимной валюты является то, насколько много в этой валюте сделанных долгов. Когда Соединенные Штаты стали гегемоном в мировой финансовой системе в 44-м году, эта гегемония основывалась на том, что весь мир был должен Соединенным Штатам в долгах. Потому что, ну, понятно, долги во время Второй мировой войны и так далее. Соответственно, чем больше людей, корпораций, финансовых институтов дают друг другу в долг в некой другой валюте, тем более эта валюта востребована. Когда в 2008 году в Соединенных Штатах случился кризис на ипотечном рынке, доллар пошел не вниз, а вверх. Если бы это случилось в России, рубль бы упал. Если бы это случилось в Китае, юань бы упал. Но доллар пошел вверх. Почему? Потому что во всем мире люди поняли, что ситуация нестабильная. Им нужно расплачиваться по долгам, сделанным ранее, в долларах. Поэтому доллары начали скупать с тем, чтобы обезопасить себя от колебаний курсов. То есть в данной ситуации речь идет о том, что если бы весь мир был должен Китаю, если бы весь мир был должен России, в этой ситуации тогда действительно имелся бы спрос на юань или рубль. Но так как этого явления не происходит на сегодняшний день, я думаю, что оснований для того, чтобы китайская валюта или российская стали серьезными мировыми игроками, нет. Владимир Путин в 2003 году в послании федерального собрания заявил, что рубль должен стать полностью конвертированным. Пошел 18 лет, 15 лет, и ничего не случилось. То есть он так же не конвертирован, как ему было раньше. Я думаю, что в данном случае и Китай, и Россия до этого очень далекий путь, а уж до мировой резервной валюты вообще невозможно.